Строительство моста через реку Сура в Ядринском районе завершено. Сегодня на объекте побывала рабочая комиссия. Она принимала мост. В составе этой комиссии были представители Росавтодора и УПР Дор Волги. Напомню, последняя выступает заказчиком строительства. Возведение моста и вместе с ним участка подъездных дорог. Масштабный для Чуваши проект. Более 4 миллиардов 260 миллионов было выделено на его реализацию. Старый мост давно исчерпал свой ресурс. Ему уже 50. Рассчитан он под условия советских времен. Тогда машин было меньше и тоннаж скромнее. Новый мост строился с учетом изменившихся условий по новым технологиям. Его уже назвали самым длинным в Чувашии. Длина мостового перехода свыше 4 километров. Самого моста более 1240 метров. Он должен избавить водителей от бед старого. Безопаснее станет благодаря освещению всего объекта и установке современных барьерных ограждений. Такие удерживают лучше, рассказывают мостостроители. На новом сооружении есть светофоры, шлагбаумы на случай перекрытия движения, видеонаблюдение с дистанционным контролем. Все это опять же служит безопасности. К тому же у нового моста собственные очистные. Вода с него вместе с маслом и грязью по водоотводным лоткам будет отводиться к очистным, а там очищаться, после чего поступать в СУРУ. Сегодня рабочая комиссия осмотрела весь объект. Решили пока повременить с открытием движения. Выявлены некоторые недостатки. Недостатки связаны, значит, поясню, с организацией работы данного сооружения в зимнее время. Мы должны дать гарантированный, безопасный и комфортный проезд по данному участку дороги. Поэтому есть у нас определенные нарекания, скажем так, подрядчику в этой части. Вот сейчас проговорили, указали ему на эти недостатки. Я думаю, в ближайшие буквально 7-10 дней эти недостатки подрядная организация устранит. И мы дадим проезд по данному объекту. Правда, после устранения этих неполадок движение по новому участку откроется частично. В сторону Москвы по новому мосту, а из Нижнего Новгорода в сторону Казани по старому. Предстоит еще заменить нефтепровод у левобережного подхода. К слову, здесь проходят магистральные путепроводы, в том числе газовый и нефтяной. Этим осложнялось строительство. Перекачка нефти останавливалась лишь раз. Соответственно, мостостроители просто физически не успели переустроить нефтепровод, говорят заказчики. Вместе с тем нужно обустроить оползневый участок у правобережного подхода. Во время строительства моста этим летом были выявлены оползни. Работы переносятся. По планам движение по всему участку дороги должно открыться в следующем году.